Безусловно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, поэтому опыт учат, что в общении с журналистами нужно быть осторожным, но опыт он сын ошибок трудных. И однажды на радиостанции, рассказывая про всякие интересные работы и всякие неконсервативные подходы, я упомянул, что, например, когда-то у нас в институте люди делали дипломные работы на тему машины времени, поскольку есть решения в общей теории относительности, которые по сути и называются машиной времени, и исследование таких решений в общей теории относительности вполне легитимная вещь, ученые этим занимаются. В частности, у нас делали дипломную работу на эту тему. И, к моему удивлению, на следующий день я увидел новость, и до сих пор вы можете ее загуглить и найти, поскольку такие странные новостные агентства, они любят таскать друг у друга очень старые новости. Увидел новость, где черным по белому написано, что астрофизик Сергей Попов заявил, что в течение многих лет у них в институте разрабатывают машину времени. Ну, давайте я теперь вам покажу, где же это происходит. Ну, и теперь мы можем добавить огня, снять завесу и показать, где же все это происходит. Когда речь заходит о машине времени в нашем институте, я люблю показывать вот эту дверь с вот этой табличкой, и сопровождать это словами, что вот за этой дверью в течение многих лет и разрабатывают ту самую машину времени. Субтитры создавал DimaTorzok